Паток Персеиды – ежегодное явление. Такое название он носит, поскольку появляется со стороны созвездия Персея. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и постепенно падает. Это такие частицы, которые, врезаясь в атмосферу Земли, начинают сгорать. Сгорают очень быстро и дают очень яркие вспышки. Почему именно в августе? Дело в том, что именно в эти дни Земля проходит сквозь рой таких частиц, которые оставила после себя такая комета Свифта-Тутля. И вот именно в середине августа каждый год Земля проходит через этот метеорный рой. В этом году ученые прогнозируют рост активности метеорного потока Персеиды в полтора раза по сравнению с предыдущими годами. Уявление будет три пика активности в ближайшую пятницу. Примерно два года назад частицы потока были отклонены гравитационным влиянием Юпитера. Однако в ближайшие дни отклоненные частицы приблизятся к орбите нашей планеты и достигнут Земли. Наблюдать всего лучше в предутренние часы, в предрассветные. Дело в том, что Земля у нас летит утренней стороной вперед, примерно со скоростью 30 км в секунду. И встречный поток именно этой части Земли более интенсивный, потому что мы летим навстречу друг другу, именно утренней стороной. Так что астрономам-любителям или просто заинтересованным гражданам Рязани лучше всего под утро запастись шезлонгами, креслами и спокойно смотреть на небо. Они точно увидят не один десяток падающих звезд, если, конечно, потратят свое время на это явление. Для наблюдений не потребуется телескоп или какая-то специальная техника. Пока мы вели этот репортаж про метеорный поток, нам удалось выяснить и о таких явлениях, как ложные луны или ложные солнца. Эти ситуации иногда называют как две луны или четыре солнца. Вот как обстоят дела на самом деле с этими явлениями. Это все на самом деле чисто атмосферные наши земные явления, когда в высоких перистых облаках свет от солнца или от луны преломляется и собирается в таких каких-то сгустках световых. Получаются такие на самом деле очень красивые атмосферные явления, как гало, когда можно наблюдать вокруг солнца такие светящиеся кольца. А когда бывают сложные гало, не одно кольцо, а несколько, эти кольца пересекаются и в точках пересечения как раз возникают такие ложные солнца, ложные луны. Очень красивые и интересные атмосферные явления. Но ничего сверхъестественного в этом нет. Так что смотрите на небо. Этот август обещает быть очень ярким, красочным и красивым. Не в плане луны или солнца речь идет о метеорном потоке. Возможно, в следующем году такого количества падающих звезд уже не будет. Так что ловите момент.